Всем привет! Сегодня я хочу сделать урок про контурирование. С одной стороны, это очень такая скучная, избитая, перемятая, пережеванная уже миллионы раз тема. С другой стороны, я не могу ее пропустить. И как я могу ее пропустить? Не могу. Поэтому сегодня мы поговорим очень простым, легким языком, без каких-то научных терминов. И я вам расскажу, как делать сконтурирование, для чего и так далее. Это такая вещь, которая делает лицо объемным. То есть раньше визажисты обходились без сконтурирования. Просто наносили одним слоем тональное средство, припудривали пудрой и отлично было все. Но потом один умный визажист придумал эту тему, игра тени и света. И, естественно, не в России. И, соответственно, у нас нахлынула волна этого контурирования. И оно, на самом деле, кстати, работает. И это очень такая интересная вещь. И поэтому сегодня я расскажу вам о контурировании. Все, что я знаю и как я это понимаю и воспринимаю, как я это делаю. В общем, приступим. На моей коже сейчас только крем для лица. Реснички подкрашены так, чтобы симпатично было. Вот. И все. Что нам нужно для контурирования? Нам для контурирования нужно три оттенка. Это оттенок вашего цвета лица. Тон в тон. Это на тон светлее оттенок. И на тон темнее. Ну, тут, конечно, не на тон темнее, а гораздо темнее. Но, когда мы растушевываем, получается как раз-таки на тон темнее. И я буду работать с кистью 130-й. Дуа-фибра маленькой. И бьюти-блендер влажный. Контурирование делает правильную форму лица. То есть мы при помощи контурирования можем сгладить наши недостатки на лице, да? И подчеркнуть достоинства. Как бы это ни звучало избито, но это так. Ну, для начала мы наносим тон. Просто наносим тон и выравниваем всю поверхность нашего лица. Вот мы нанесли тон нашего лица. И оно уже стало посимпатичнее. Я нанесу светлый консилер. Это у меня консилер Nars. В оттенке Medium One. Cast Custard. И наносим светлый оттенок на выпуклые точки нашего лица. Это лоб, спинка носа, под глазами, бантик губ и на подбородок. Вот. Также, естественно, мы можем консилер наносить еще на места, где нам нужно углубить в паде. Ну, допустим, если мы здесь наносим тень, чтобы ее еще больше подчеркнуть, мы можем нанести еще светлый оттенок вот здесь снизу. И еще такой момент, когда мы наносим под глаза, мы не наносим вот так вот на синяк такой окружочек. Мы наносим как бы на T-зону треугольником. Вот мы нарисовали наш светлый оттенок. И перейдем к темному. Что мы можем вообще сделать при помощи контурирования? Мы можем убрать, допустим, если у вас широкий лоб, мы можем его сузить визуально. Если у вас слишком вздернут нос, мы можем его сделать более прямым. Если у вас слишком широкий нос, мы можем сделать его луже. Если у вас нос горбинкой, мы можем визуально убрать эту горбинку. То есть, или наоборот, дорисовать вот этот вот носик. Сделать скулы. То есть, при помощи тени и света мы можем реально себе так слепить немножко лицо. MAC Pro Longwear Concealer Наношу на скулу Вернее, не на скулу, скул это у нас вот здесь, под скулу Нос можно сделать тоньше, то есть чем тоньше вы нанесете вот эту линию светлую, тем тоньше у вас будет нос И, соответственно, прямее, если у вас вздернутый нос, как у меня, то есть вы его хотите сделать прямее Просто рисуете тень прямо и вот здесь вот, чтобы была тень Тогда нос не будет задираться, будет как бы опускаться вниз визуально опять-таки И вот крылья носа мы тоже убираем вот эти, чтобы нос был меньше На самом деле, мне кажется, очень красиво Можно еще убрать второй подбородок, если он имеется Вот здесь вот делаете тень и второй подбородок волшебным образом уходит в тень Скромно уходит в тень Ну или можно нарисовать там себе какой-то острее подбородок, я не знаю Это уже лепите как хотите, но я, конечно, острее, да, острее нарисовала, острее О боже, и подбородок я точно не рисовала Зачем мне его рисовать? У меня нормальный подбородок Вот Мы еще добавили хайлайтера И на фотографиях должно смотреться просто изумительно Давайте проверим Субтитры сделал DimaTorzok